Посчитать сколько у нас дачников вряд ли возможно, потому что сегодня речь идет не только о дачных поселках, но и об обычных деревнях. Горожане или покупают дома на теплый сезон, или возрождают старые родительские хаты. И у каждого свой способ уютно устроиться на природе. То ли бычка откармливать, то ли выращивать лаванду. Смотрите, вот так нас удивляют дачники Мглевщина. Моя лапочка моя, хавросичка моя. Эту лапочку зовут Мироном. Бычку полгода и он часть хозяйства дачницы из Могилева Марии Михалевой. В улуках небольшой деревеньки в Славгородском районе у Марии мамин дом, где она теперь уже на пенсии проводит полный летний сезон. И обязательно с пользой. Не упади только, не упади. И ты подавай приди. Пока есть здоровье, надо работать. Кроме обычных дачных радостей, Мария завела себе небольшое домашнее хозяйство. Зеленый газон и кресло-качалка – это не в стиле улукской хозяйки. Огород огромный, там растет все-все-все для себя и животных. Даже желтые подсолнухи тоже не только для красоты, а на корм курам. Под лежачий камень вода не течет. Это всегда. Ну, интересно же, ну, ты, во-первых, чувствуешь себя, что ты кому-то нужен. Мне как-то силы, вот даже земля дает силы. Потому что ковыряюсь, ковыряюсь, все-таки вот такое чувство бодрости. Уставшая, кажется, ну, все, нет, по городу похожу туда-сюда, там цветы, там траву, там еще чего-то. Все совсем другое. Выращенной своими руками самое вкусное, говорит хозяйка. Кроме того, от ее дачной жизни есть прямая выгода. Не покупаем тогда. Фарш не покупаем, картошку не покупаем, свеклу, морковку, лук, чеснок. Это мы ничего не покупаем. Все свое. Хлопот Марии Михалевой на ее даче хватит до октября. Чтобы кормить бычка, поросенка и кур, которых здесь больше двух десятков, она тратит в день пять часов. Но считает, что это не тяжелый труд, а удовольствие. Ну, тесуясь есть. Прованс под Могилевым. Это создала в миниатюре Елена Денисенко на своей даче в деревне Присно. Всегда восхищалась лавандой на картинках. Где-то в Прованс картинки, да, фильмы художественные, я не знаю, иллюстрации. Везде, где есть лаванда, почему-то всегда мой взор задерживался на ней. И вот мне захотелось попробовать просто вырастить ее, получится ли у меня. Ну, и вот получилось. Она выросла в частном доме, умеет справляться с грядками, но признается, овощам предпочитает красоту цветов. Это увлечение, кстати, переросло в профессию флориста. Лаванда появилась на этом дачном участке лет пять назад. И солнышка нашего белорусского этому заморскому растению вполне хватает. Цвет лавандовый, но оттенки разные, в зависимости не только от сорта, но и от погоды. Но лавандой можно не только любоваться, она приносит пользу. Запах лаванды – настоящий антистресс. Ой, пахнет. Сейчас самая пора ее цветения, поэтому аромат сейчас самый насыщенный. Хозяйка лаванды делает лавандовые продукты – сахар, мед, соль для ванн. С лавандой у Елены связано и увлечение рукоделием. Лавандовые поля Прованса, которые Елена мечтает увидеть, прекрасно смотрится на вышивке. Такую подушечку вешаю вот так у изголовья кровати, да, и когда ложишься спать, просто слегка так пошевелишь, ее запах разносится. И просто даже, особенно зимой, ты как будто бы в лето окунаешься и хорошо засыпаешь. То есть Прованс все-таки на даче под Могилевым возможен? Было бы желание, я думаю, что возможно все. План на будущее у дачницы – посадить еще много лаванды и любоваться. С пожеланиями всем дачникам и пользы, и красоты. Каждый по своему вкусу выбирает себе дачную жизнь. То ли растить цветы, дышать свежим воздухом и наблюдать за природой, то ли растить бычка и поросенка с учетом пользы для семейного бюджета. Обычно же народ совмещает клумбы и картофель, но сельская жизнь горожанам, кажется, нравится.